Это шестой километр Авидиопольского шоссе. Некогда тут находился спецобъект НКВД, где приводились в действие несудебные приговоры. Этот крест установил гражданин Польши в прошлом году в память о своем деде, который здесь был расстрелян тройками НКВД. Расстрелян, как и тысячи других людей. Однако городская власть предлагает сейчас на месте массовых стихийных захоронений людей установить гаражи. Все дело в том, что три гаражных кооператива возле аэропорта хотят выселить, предлагая им взамен вдвое меньше участок на пустыре, который еще и оказался стихийным кладбищем. Автомобилисты подобное предложение считают оскорбительным. Нам такой вариант не подходит, мы не согласны. Не то, что с этим участком не согласны, а мы не согласны стоять на костях. Это костюмство, это так мягко сказано, вообще это уголовное дело, это надругательство над могилами. Выделите нам землю, то есть построите нам равнозначные гаражи. Мы готовы переехать, но не на кладбище. Даже это не кладбище. Это место расстрела и я скажу, что не захороненных людей, а засыпанных, так можно выразиться. Других предложений пока не поступало. Члены кооперативов «Чайка, Сокол» и «Вираж» провели ряд протестных акций под горсоветом, но добились лишь того, что им отключили свет. Встречи с властьимущими никакого конструктива не принесли, кроме вышеупомянутого предложения строиться по новой на месте захоронений. В то же время, как власть собирается использовать землю гаражных кооперативов, пока не ясно. Городской совет вообще не дает ответ на вопрос, зачем им эта земля, что они там хотят делать. Это рядом с аэропортом. Никакого плана развития аэропорта мы не видели. Мы примерно понимаем, что эту землю хотят прихватизировать собственники аэропорта, которого нового терминала для строительства чего-либо, то, что им интересно. Одесские СМИ писали о том, что на месте гаражей хотят построить перронный комплекс. Однако в плане, который появился в 2019 году, четко видно, что объект должен располагаться на пустыре по соседству. По сути, он уже готов, хоть и не введен в эксплуатацию, поэтому вопросов пока больше, чем ответов. Понятно одно, что кому-то очень интересен этот участок земли, на котором находятся 1650 гаражей, и которые мэрия активно пытается снести. А ведь еще в советские времена они предоставлялись не только сотрудникам аэропорта, а и ветеранам войны, ликвидаторам последствий взрывов Чернобыля и другим категориям граждан. Но кого это волнует, когда речь идет о вкусном куске земли? Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер»